Семеро одного не ждут. Значит так. Я не знал, что моя скромная персона настолько популярна. Городко, я буду говорить, вы уже там, кто там хочет слушать, но не хочет, мне уже все равно. Значит, сегодня ополчение вело тяжелые бои в районе города Шахтерска, Тореза, Снежного, в районе Саур-Могилы, в районе высоты 198,3, в районе Мариновки и Степановки. Бои носили исключительно жесткоченый характер. Противник ударами с юга и с севера стремился завершить окружение Донецкой группировки ополчения. Сейчас бой непосредственно между Шахтерском и Торезом продолжается. Ополчение атакует противника, стремясь выделить его стратегически важного двухпоста, номер 20, на Т-образном перекрестке между Торезом и Шахтерском. Могу сказать, что противник ввел в бой просто даже для меня непривычное количество бронетехники сегодня. То есть, наверное, выединить может быть 200, может быть 250. Я даже, честно говоря, не упомяясь, сколько сказать, сколько сегодня было противником введено в действие техники. Одновременно наносились удары, я повторяю, с юга и с севера. На Снежное, Торез и Саур-Могилу, и Степановку, и Мариновку. В результате ожесточенных боев большая часть атак противника отбита. Под Мариновкой взяты в плен трое офицеров, положенных в Украину, уничтожен один танк, два БТРа. В Степановке также противник отражен, Степановка осталась за нами. В настоящее время идет тяжелый бой, продолжается тяжелый бой за Саур-Могилу, но Саур-Могилу остается в руках ополчения. Также отражены атаки противника на высоту 198,3, которая находится южнее населенного фонда Дубровка, который также остается в наших руках, и который находится непосредственно где-то в 200 метрах от территории России. В ходе этого боя было уничтожено 4 танка, 4 БТРа, все они сгорели. Среди убитых находятся наемники негрозной расы. Вы, если заедете со стороны Куйбышева, значит, командир местного подразделения ополчения, готов предоставить вам для съемок трупы убитых. Они пока остаются на поле боя, не тронутые, специально для того, чтобы их можно было отснять. Каким образом вы их сможете туда проехать, это уже ваши проблемы, но я в данном случае вас информирую. У нас не первый раз была информация о том, что в бронетехнике наглухо задраенные сидят наемники, но вот сейчас у нас появилась возможность вам это продемонстрировать. Я думаю, если вы туда съездите, вас там ждут. Ну, уж не знаю, будут ли вас дать там украинские вооруженные силы, будут ли они вас обстреливать или нет, ну, кто рискнет подъехать, тот сможет снять эти кадры. Далее, в районе между Шахтерском и Турезом, как я уже сказал, был тяжелый бой. Нами уничтожено в общей сложности 7 или 8 единиц бронетехники, я управляю, скажете, сколько на данный момент. Большое количество солдат противника. Наши потери составили около 30 человек убитых и раненых, к сожалению. Ну, большая часть раненых. Бой там продолжается, мы рассчитываем восстановить сегодня до темноты, восстановить связь между Шахтерском и Турезом, поскольку атака ведется с обоих сторон, и противник уже начинает отступать. Также он отступил и от Сау-Могилы, от Степановки и от Марии. А в Горловке? В Горловке продолжаются ожесточенные бои, у меня сейчас на данный момент нет информации по Угорловке. Я то, что он в Сау-Могиле еще не получил. И Горловке говорили, что покинул Горловку. Я не буду комментировать данную форму. Вы можете как-то подытожить, что это доказать у вас свои перспективы сейчас? Я не буду оценивать перспективы, поскольку не все оперативные моменты есть. Я могу сказать только одно, что противник бросает бой все, что только можно для того, чтобы завершить окружение, группировки ополчений под Донецком. Господин Строков из газеты New York Times. Вы стреляли в самолет Малайской авиалинии? Стреляли в самолет Малайской авиалинии. Вообще-то я служил срочной службой, конечно, в ПВО, и даже солдатом, бойцом роты охраны. Если вы считаете, что боец роты охраны ПВО, который никогда не видел ничего, кроме автомата, может стрелять по самолетам авиалинии, у меня не было подчинения никаких установок БУК. Тем более, соответственно, я не мог дать приказа им стрелять по самолетам Малайской авиалинии. Еще вопросы? Два-три вопроса, и я закончил. Игорь Иванович, а на ваш взгляд, как-то связана активизация украинских силовиков с приездом Международных объединений, которые могут доехать до места катастрофы? Потому что это так совпало, что как тет, они скончательно и снимали силы ровно в день приезда Международных объединений. Ну, допустим, наступление они начали накануне, и движение к Шахтерску они начали уже накануне вечера. Утро шли всю ночь, и к утру достигли данной позиции. Я не берусь судить, насколько это было привязано или не привязано к приезду представителей ОБСЕ. Возможно, да. Возможно, они просто стремились в том числе продемонстрировать свои выдающиеся успехи, поскольку они рассчитывали захватить и Шахтерск, и Торрес в течение одного дня. Игорь Иванович, вопрос. Я два дня был вот около Пески, и потом приехал к раненым бойцам в госпиталь. И там, в подразделениях, которые днем и ночью там сражаются, и здесь в госпитале, очень усиленно кто-то распространяет слухи, что вот эвакуируется госпиталь, госпиталь, что Стрелков собирается оставить Донецк. Вот я вас прошу официально ответить по этому вопросу. Значит, госпиталь был частично эвакуирован. Более 120 наших раненых были сегодня ночью эвакуированы на территории России. Поскольку я не могу исключать полную осаду со всех сторон Донецка, соответственно, я должен позаботиться о своих раненых товарищах. Соответственно, они были эвакуированы сегодня ночью, без происшествий достигли границы с Россией. Часть медперсонала, которая их сопровождала и охрана, также находятся на территории России. Базовая часть медперсонала госпиталя находится на месте и продолжает выполнять свои обязанности. Все основные хирурги находятся на месте. То есть речи нет о выставлении Донецка? Сегодня, вчера и сегодня ночью подразделения ополчения выводились из Донецка, причем достаточно массово, для участия в контратаке под шахтерской. Они будут, после выполнения данных задач, они будут возвращаться на свои позиции. Игорь Иванович, это очень важно, я вам вопрос, если вы не сбили, вы еще раз тоже говорите, ваше мнение о том, что будет сбитого самолета. То есть не важно, что вы такой-то дали комментарий, что будет сбитого самолета. Я ничего не могу прокомментировать, поскольку я ничего не знаю по поводу того, как был самолет сбит, каким образом. Я только знаю, что он сбит и все. Я могу единственное, что сказать, что мои подчиненные его не сбивают. Игорь Безлер тоже он сбил? Игорь Безлер вообще-то в горло, самолет был уже в природу. Игорь Иванович, какую поддержку вы сейчас плакаете от России, от эфирной рации? Это в основном по-разному. Да? Господа, спасибо, я вам отвечал на эти вопросы. Спасибо.